Мы едем в Германию. Едете в Германию? Ты террорист? Нет, мы не террористы. Вы выглядите как террористы. Друзья, привет, добро пожаловать на канал Гусейнов ТВ. Я вам сейчас покажу просто такой бред. Уже, наверное, не остались те люди, которые верят телевидению. Ну, все мы прекрасно знаем, что телевидение это говно. То есть, то, что заливает нам в уши. Всякую херню. Ну, это средство для манипуляции людьми. Сейчас-то никто не верит телевидению. Ну, в основном население, которым старше 50 лет, они не понимают, что есть интернет, есть еще что-то, есть свобода слова. Я вообще не перестаю удивляться фантазерам с телеканала Россия 1. Ну, вообще, журналисты просто кадр. Журналисты должны были вообще играть в каких-то драмах, комедиях, кино, фантастики. Но никак не на телевидении, потому что из 100% информации, которую доносят эти журналисты, 1% верно. И то этот процент, это их фамилии. В общем, сюжет из Болгарии. Сейчас очень модно вообще про мигрантов делать сюжеты, как они там насилуют женщин, как они что-то грабят, и всякой трене, в общем, занимаются. Ну, в общем, для поднятия рейтинга. Да, везде все этим занимаются. Все нарушают закон, неважно, да, мигрант. Чтобы понять, про кого снимают сюжет, я вам сейчас скажу. Сюжет про цыгана, понимаете? Цыгана, который своими силами останавливает поток мигрантов на свою родину. А то, что кочевники-цыгане распространились по всему миру и в том же числе на ту землю, где сейчас он находится, то мне кажется, все-таки он сам и является мигрантом. В Болгарии появились уже целые дружины охотников на мигрантов, в распоряжении которых даже бронетехника. Репортаж Дарьи Григоровой из Болгарии. Смен Динка Валев, 29 лет. Хобби – охотник на мигрантов. Вот мой танк. Я на нем охраняю границу от мигрантов. Защищаю Болгарию и Европу. Нифига себе, герой. Микрант знает, лучше уж к полиции или пограничникам, чем попасться на глаза Динка. Свой танк, а точнее ПТС-амфибию, он направляет к границе с Турцией. Дорога через свалку металлолома. Какие тексты пишет канал «Россия-1»? Прямо как боевики. Сидится за руль своей 30-тонной машины, прячутся не только мигранты, даже местные жители предпочитают отсидеться в кустах. Полиция охотника не трогает. Полиция на границе болгарской. Они любят свою страну и поэтому мне помогают. Некоторые просто не препятствуют. На машине, на танке я еду и останавливаю сам этот поток. Но знаете, как у нас говорят? Одна птица, это еще не стая. Одному очень тяжело. В послужном списке Динка уже две... А теперь издевательство этого Динка-Пипинка. ...пограничной охраны. Почему вы приехали в Болгарию? Мы едем в Германию. Едете в Германию? Ты террорист? Нет, мы не террористы. Такие вещи говорить. Ты террорист? Оскорблять народ? Ну я не знаю, почему никто ему леща не дал. Прям там же встал, сказал, да, я террорист. ...тело за каждого нелегала. Тем более теперь, когда служба на границе стала и опаснее, и труднее. Группировка ИГИЛ назначила за голову Динка награду в 50 тысяч. Что? Вся Болгария меня поддержит. ИГИЛ за его голову? Какую вы хрень несете? ...тысячи мигрантов выр... Вы впутываете ИГИЛ и мусульман. Вот этот первый канал, Россия один. Всех журналистов, редакторов надо... ...за вот это говно, которое он несет. ...находят перевозчиков, которые отправляют их дальше на север. В основном через Сербию. Ведь Болгария, хоть и Евросоюз, но совсем не... ...что нету каких-то организаций мусульманских стран, та же самая Саудовская Аравия. И дальше лучше не будет. Дубай, я не знаю, мусульманские страны, которые не могут плюнуть в лицо этим людям, которые создают такие новости. Прорвать полицейское оцепление не получилось, и стремящиеся в Европу пошли в обход забора. Это все фигня. Никто там не прорывался никуда. Это просто взяли. Я вам как режиссер, как оператор телеканала... ...я ж ушел с телеканала, потому что там очень много вранья, и я не смог работать. То есть я снимал таких же ребят, как и азербайджанцев, и понимал, что это полная дичь. Они говорят одно, а снимают другое. И монтируют в сюжет, выпускают другое. И получается, он из этих кусков слов составляется другое. Типа он говорит, я не террорист, я еду в Германию. К примеру, на монтаже вырезается не слово, перекрывается какое-нибудь, ну, видео каким-нибудь, да, там, где он в сумке бедный, там, переправляется что-то. И террорист. И оставляют в Германию. И получается, я не террорист. Остается, я террорист и еду в Германию. Так и делаются новости. А потом говорят, ооо, бабки всякие. Смотри, Ахмед в наушниках идет. Наверное, у него бомба. Глупая шутка, но я не выдержал. Россия-1, это одни черты работают на ней, одни шакалы работают, которые создают просто рейтинги. Ребят, не ведитесь, неважно какой вы национальности, ребята, вот эти иммигранты, они идут к лучшей жизни. Почему? Потому что вот такие же дядьки, как он, видите, пузатенькие, в спортивках такой резкий, дерзкий, как пуля такой. Богатенькие дядьки, они создают конфликт и непригодные условия для жизни. То есть, что посеешь, то и пожнешь. Вы начали войну в Ираке, потом в Сирии, теперь принимайте гостей в свою страну. Я уверен, что Германия, Америка, она станет все-таки состоять из мигрантов. Ребята, во всем виноваты вы. Будьте добрее к друг другу и подписывайтесь на канал Гусейнов ТВ. Я вам врать не буду, я покажу, как есть. Обязательно посмотрите следующие ролики, они не менее интересны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова